Сейчас я украдачу Версладович и Юаны, продолжаем делать мощнейший обзор, и сегодня у нас обзор на Зелёный Слоник. Ну что, поехали. Ну вот, Ба, мы посмотрели отрывки, классические отрывки из фильма, не менее классического, Зелёный Слоник. Что ты можешь сказать, Ба? Да что я могу сказать? Что это за фильм? Кто его снимал? Его снимала... Этот фильм. Великий режиссёр, режиссёр Ка, Светлана Баскова. Светлана Баскова? Нет, Баскова, Баскова, а не Баскова. Баскова. Что она фильмы снимает? Ну да, это её, по-моему, не дебютная, перед этим там был ещё этот, Коки, какой-то там доктор, бегущий доктор. За такие фильмы её надо, знаешь, куда отправить? Во, барабанная дробь, и когда мы делаем ставки, куда? Куда отправить? В тюрьму, в тюрьму. Как тюрьма? За растление молодёжи. Ну, смотрит молодёжь, такую ерунду, ну, такую пошлость. Да её немедленно отправить за такие фильмы. Она что, больше ничего не нашла? Снять получше. Да, это же старый фильм 99-го года. Ещё олдфаги, помнят, на кассетах, он на VHS был. Ну, так, какая разница, какого он года? Так, барабан, может, лучше... 79-го года? 99-го. 99-го. А ты что, не узнаёшь, это актёр Владимир Епифанцев? Ну, он же снимается во всяком мыле, там, каких-то сериалах. И актёр-дурачок тоже согласился сняться в такой роли. А почему? Плохая роль, что ли? А что, хорошая роль маты гнуть. Мат за матом, мат за матом. Ну, барабан, тебя смущает маты или то, что он в тарелочку опорожнился? Да, там неизвестно, опорожнился он или просто это... Там подделка, ну, какая разница. Ну, не знаю. Известные актёры вот такую пошлость разрешил снять. Ну, барабан, это же фильм «Аллегория». «Аллегория», то есть внешний мир такое же дерьмо. Ну, и просто ситуация вот в стране была такая, они показывают вот зеркало. Этот фильм «Зеркало окружающей среды», если так уж подрезюмировать, например. Вот, действительно, «Зеркало окружающей среды». Что нас окружает говно. Куда ни кинься, везде говно. Вот нас окружает зеркало окружающей среды. Название правильное, но фильм, да такой фильм, не знаю. Так, барабан, может быть, не в тюрьму, давай поторгуемся. Может, лучше в сумасшедший дом или в монастырь. В монастырь можно. Да в монастырь её не примут. За такие фильмы кто её примет? Ну, так на перевоспитание-то. Да, нет, монастырь это ж не воспитательное. Ну, раньше ж когда-то отправляли в монастырь в принудительном порядке. Ну, а как тебе искромётная игра пахома, например? Да какая игра? Ну, нормальный человек. Разве может вот это позволить себе снять, насрать тарелочку и на голову поставить, и угощать кого-то? Ну, нормальный человек может это сделать? Конечно, нет. Кто его допустил экстрасенсом, тем... Ну, экстрасенс, это же, ну, тоже как, я не знаю, святой, что ли. Ему дано угадывать там что-то, а он занимается непонятно чем. Ба, как ты думаешь, что заставляет известных актёров, артистов сниматься вот в таких фильмах? Ну, наверное, деньги. Нет, ба, им, у них там, по-моему, гонораров не было. Ну, только деньги, больше ничего. Я думаю, ну, что ещё может его заставить вот такую роль сыграть? Только деньги люди заставляют. Идти на всякую подлость, на всякую послость. Из достоверных источников, ба, известно, что им не платили денег. Да, это они скажут, что им не платили. Прямо он согласился, известный артист, согласился вот такую роль. Ну, тогда он ещё не совсем известным был артистом. Может быть, просто ради идеи. Ну, Епифанцев известный, я знаю уже сто лет его. Ну, а так даже был в 99-й год, наверное, тогда он ещё был соложонком. Ну, не знаю. Смотри, ба, он их заставляет, сидя в яме, танцевать и петь яблочко. Как ты можешь прокомментировать эту ситуацию? Ну, я не знаю даже. Я считала, что за деньги. А тут, может, они действительно не за деньги, а уже чокнулись. Чеканулись, ба. Чеканулись. Ну, чокнулись, чеканулись, какая разница. Ну, только так. Уже с мозгами не в порядке. Люди в годах. Это ж не то, что 17-16 лет там заставили бы их что-то делать такое. А уже ж каждый прожил жизнь определённую. Уже ж не мальчик. И заставили, посадили его в яму и заставили танцевать. Ну, какой нормальный мужик будет вот это выделывать. Только с мозгами что-то не в порядке. Ну, и как всегда, ба, что ты можешь за ключи не сказать о фильме, о кратком обзоре фильма «Зелёный слоник»? Да этот фильм больных людей, психически ненормальных людей. Ну, ну, шо это за фильм? Да таких людей надо в тюрьму сажать. О! За такую игру играют они в фильме. Да шо это за игра? Это вообще разврат какой-то. Ну, наша жизнь, ба, разврат. Они же показывают нам, какова наша жизнь. Вот это и показывают. Молодёжь развращают. Молодёжь, почему такая у нас? Потому что вот такие фильмы показывают. Потому что всё из-за аниме этих плохих, жестоких компьютерных игр и из-за фильма «Зелёный слоник». Вот так только из-за этого, естественно. Ну, вот только из-за этих фильмов «Зелёный слоник». Ох, и «Зелёный слоник». Одно название «Зелёный слоник». А шо тут слоник? Кто тут слоник зелёный? Ну, Пахом же пел песенку «Зелёный слоник». И не допел. Ну, так что, дорогие друзья, делаем выводы, что, естественно, люди, ба, как, люди приходят откуда-нибудь там с работы, с завода, да, посмотрели «Зелёный слоник» и сразу начинают бухать, употреблять наркотики. Точно, точно. Сразу жестокими становятся, совершают убийства. Вот и молодёжь поэтому. И в школах убивают друг друга, и на улицах. Конечно, только из-за «Зелёного слоника». И всё только начало жить, и уже делали то, что не положено. Естественно. Так что, что с этим фильмом? Запретить, как всегда? Или... Запретить, конечно, такие фильмы показывать. Кто это их показывает, не знаю. А был он на каком-то кинофестивале даже? О, боже мой. Психушку их закрыть. Психушку. Всех вот эту шатию, всех психушку. Всю шоблу. Шобла, шати. Я понял. Ну, как всегда, хорошо. Сегодня фиканы «Психушка». Ребята, ни в коем случае не смотрите фильм «Зелёный слоник», ни в коем случае не играйте в компьютерные игры и не смотрите, конечно же, аниме. От этого все прекрасно знают, чтобы аниме придумал «Сатана», например. Вот. Не знал? «Сатана». Да, вот. И, естественно, компьютерные игры и вообще всё, например. Так что, дорогие друзья, смотрите, смотрите нас и просвещайтесь, узнавайте новое. Хорошие фильмы смотрите. Да, какие у вас хорошие фильмы? Ну, есть же хорошие фильмы. Не такие вот. «Белый бим, чёрное ухо». Ну, и хотя бы это. «Горбатая гора». Не смотрела? Нет. Тоже, тоже, аж сать слезами хочется. Ребята, в общем, ставьте классы, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь на наш просвещающий канал, донайте нас в бабулиный бич-пакет, заказывайте рекламы, сигны, обзоры. До новых встреч, киканы. Пока. Кампуктира. 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 Кампуктира.